СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ И, кстати, я очень интересные вещи услышал во время общения с ними. Думаю, что те, кто слушал нашу передачу, наверное, тоже для себя почерпнули достаточно много мудрых мыслей. Итак, давайте с конца списка нашего начну. Олежон Саитов, руководитель узбекской диаспоры Кировской области. Олежон, добрый день. Здравствуйте. Надежда Фидеева, председатель Кировской региональной общественной организации «Татар Яшлек», член Общественной палаты и член Рабочей группы Общественной палаты по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас. Максуджон Шарифов, представитель молодежного крыла Таджикской диаспоры Кировской области. Максуджон, добрый день. Здравствуйте. Ну и, конечно же, с нами Абдурахман Османов, это представитель правительства Республики Дагестан в Кировской области. Добрый день, приветствуем вас. Здравствуйте. С наступающим. Ну и наш добрый друг, товарищ Ульнур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан», председатель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству и председатель комиссии по вопросам гражданского общества, и все это в общественной палате Кировской области. Ну это же все относится и к Надежде Целезьяновне Фидеева, и то, что сказано про Ильнуров. Да, Ильнур председатель, а Надежда у нас член рабочей группы, да, и член общественной палаты Кировской области. Ну, уточнение важное, да? Ну, что, друзья, вот 29 декабря, понятно, что, ну мы бы могли вас 31-го пригласить, но, наверное, выходной не очень хорошо, и, наверное, у вас там уже планы, так сказать, достаточно серьезные. Так или иначе, это интернациональный праздник, Новый год. Вот, так или иначе, я не знаю, я вот с советских времен праздную, и до сих пор Шахта-Баба, так сказать, у меня в памяти, это в переводе с изланджанского Дед Мороз. Шахта-Баба. Шахта-Баба, да. Вот, и... А, кстати, у татар Дед Мороз есть? Нет? Нет такого персонажа, как Дед Мороз? Я говорю, ел, это Новый год. А, как Дедушка, ну, Баба это Бабая. Ну, Шахта-Бабай, значит. А по-даджикски? Бубой-Барфи будет. О, видите, вот уже Бой-Барфи. Бубой-Барфи, Бубой это дед, а Барфи это снег, как бы снежный дед. Вот, снежный дед. Как там в Дагестане? Кор-баба. Как? Кор-баба, это кор-баба. Да, снежный дед. Кор-баба, да, снежный дед. Абдурахман, да. В Дагестане, Дагестан такой многонациональный, поэтому у нас такого национальности в Дагестане нет. Ну да. Поэтому тут столько много. Больше-больше ста народных. Да, поэтому тут особо не скажешь, каждый по-своему может говорить, поэтому и как все российские Дед Морозы и все. На этом языке. Самый, между прочим, рациональный подход. Дед Мороз. А вы знаете, что еще есть? Вятский Дед Мороз. Вятский Дед Мороз? Вятский Дед Мороз. Сегодня мы слышали Руслана Мамедова. Да, 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 Руслан Мамедов все это к нам рассказывал. Что человека, он уже объявлял, как Вятский Дед Мороз уже на всю страну, в том числе за рубежом, будет уже известен. Что, марку зарегистрировал? Да, да, такой бренд. Вятский Дед Мороз. Даже, оказывается, паспорт успел получить официально. Ну, мы пожелаем ему успехов, потому что от того, что он объявил, что это бренд, это еще брендом не стало. Брендом станет, когда будет стоить миллиардов. Так, Руслан, когда будет стоить миллиарды, ты нам там проценты отчислишь. За то, что мы тут пропагандируем. За то, что мы тут рекламируем за твой бренд Вятский Дед Мороз. Эльдур, давайте вспомним самые яркие события уходящего года в плане дружбы между народами, которые населяют Кировскую область. Я сперва хочу всех нас поздравить с наступающим Новым годом. Всем желать добра, гармонии, мира. Самое главное нам в нашей большой стране, в нашем большом доме мира не хватает, чтобы мы всегда жили в мире и в дружбе, и взаимопонимании. Конечно, 2017 год вот-вот заканчивается, и много успели сделать, и частично и не успели сделать. Некоторые есть наработки. С прошлого еще форума гражданского, наша рабочая группа по междунациональному... С прошлого, с 2016 года, да? Да, с 2016 года наша рабочая группа междунационального и междунационального сотрудничества организовывала в гражданском форуме секцию как раз о идентичности российской нации. Помните, еще президент Владимир Владимирович Путин об этом говорил. Естественно, мы частично не успели это доработать. Я думаю, что на 2017 год в наших планах есть законопроект, обсудить наши рабочие группы, как раз и вынести на общественную палату Российской Федерации. В чем суть законопроекта? Законопроект, чтобы, допустим, мы, помните, еще с вами здесь обсуждали, к нам переехали по линии Ассамблеи народов России, помните, да, там, Зорин Владимир Юрьевич, Семенова, Светлана. Как раз мы этот вопрос тогда еще поднимали, о законопроекте, о российской нации. Ну, частично будем работать, пока еще нам не удалось. Естественно, мы свои рекомендации сделали. Как мы понимаем, этот закон вообще стоит ли, допустим, будоражить общество с таким законом вообще там о российской нации, да. Такое, потому что мы знаем, что Россия многонациональная страна, в одном Дагестане там более 200 националистов проживает. Это Россия в России получается, да, также в других субъектах. Ну, тем не менее, я хочу сказать о хорошем. Вот недавно вспомнили религия против терроризма. Это мы сами форум, да, форум ежегодный, практически межрегиональный форум. Традиционный, можно сказать, да. Ну, вот, в принципе, много что было сделано для этого форума. Сколько там человек было на этом? Ну, сколько представителей, скольких регионов у нас, откуда там были? У нас из четырех регионов представители были. Основные представители переехали из Дагестана благодаря как раз Османову, представители Республики Дагестан, Кировской области. С ним тесно поработали в этом направлении. Представители Татарстана были, представители Таджикистана, также там из Узбекистана. Там, конечно, из Узбекистана переехали ребята, которые, они в жизнь проживают здесь, на территории Кировской области. А также можно сказать, что там у нас представители из Ирана должны были быть. Но в последний момент мы их не дождались, потому что планы поменялись в связи с Мавлудом, пророком Мухаммада, салалу али-салам. И не смогли они переехать. Но на следующий год обещали обязательно посольство Турции отправляли направление. Они обещали в следующем году также Ирана, в том числе Ирака, которое там есть у них консульство на территории Российской Федерации. И также, естественно, традиционно Российской Федерации, там духовенство, там православие, церковь обязательно принимал участие. Отец Андрей там выступал со своим докладом. Отец Андрей Лебедев, руководитель миссионерского отделения. А также, в принципе, ежемесячно мы собираемся, наша рабочая группа по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству, для того, чтобы там обсудить какие-то проблемы. Мы знаем, что всегда мы говорим, как там межнациональный вопрос, значит проблема, или межконфессиональный вопрос, значит проблема. Нет, это не так. Мы об этом каждый месяц говорим, для того, чтобы изучаем, что творится в нашем регионе. Как раз эти моменты, наработки мы совместно с правоохранительными органами, правительственниц Кировской области, законодательное собрание Кировской области обсуждаем, для того, чтобы не допустить каких-то негативных примеров на нашем регионе. Помните, в 2012 году у нас в Демьяновской событии были, мы уже практически это прижили. Но, тем не менее, делаем все, чтобы мы, наша область, жил в гармонии. Как раз у нас и число общественной палати растет, как бы национальных объединений представителей, да, как раз и сейчас представители, скажем, там, татарской организации «Яшлык», «Молодость» скажет об этом, как бы, кажется, Федяева стала членом общественной палаты. Надежда Селегзиановна, да. Так, главное, к Надежде перейдем уже тогда, да? Можно? Да. Расскажите о своей организации, чем вы занимаетесь, в чем роль, в чем суть. Еще раз добрый день. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, год собаки. Собака – это друг человека. Спасибо, что напомнили. Мы всегда в дружбе, в единении живем, так что в каждой семье у нас есть и кошки, и собаки, так что живем мы мирно. Значит, конечно, планов очень много. Нет, да, конечно, мы же друзья, тем более Российская Федерация, как и Эльнур сказал, что вообще общенациональная и большая единая семья. Это единство, оно везде и всюду сплачивало нас, исплатило конкретно со всеми нациями. Работаем, конечно, плодотворно. Наша организация открыта в восьмом году, в марте, так что в восемнадцатом году, в марте месяце, будет у нас большой праздник. В марте, да? Десятилетие в марте, да. Какого? 30 марта. То есть мы, помимо того, что на русах, мы едем чак-чак кушать. Да, 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 да. И 30-го еще будем, то есть тут, в общем, да. Вкусняшки – это всегда национальное блюдо. Вы нам, пожалуйста, приглашение с Володей отдельно. Обязательно. И чак-чак, когда вы приготовите, нам тоже на отдельном столе с Володей. Хорошо. Я знаю, что как-то дискриминация. Я считаю, что на всех праздниках всегда всем хватает всех вкус, всех вкусных яс. Нам все равно отдельно. Хорошо. Отдельную тарелочку сделаем обязательно. А чем конкретно занимается? Конкретно у нас именно укрепление и взаимодействие, сотрудничество между всеми региональными и общественными и гражданскими обществами. А именно, что именно это? Сплочение и укрепление. Наше единство в чем? Наша семья. Какая бы ни была бы, на всем уровне, везде и всюду, я всегда говорю, семья – это что? Родители и дети. Уважение к старшим – оно должно присутствовать везде. Кто бы где бы там не говорил бы, что там нет. Давайте, ребята, начинаем с семьи. Потому что все начинается с любви. То есть, ваше объединение, собственно говоря, пропагандирует традиционные ценности. Татарского народа. Да, именно, конечно. Татарского народа. И это, как Эльнур сказал, это один из способов достижения гармонии и межнационального мира в России. Вы считаете, что через это… Когда ты вообще представитель всех национальностей воспринимаешь, как одна большая семья. Как одна большая семья. А как вот вам удается преподнести, что вот не просто надо уважать старших, а нужно уважать старших, невзирая на лица? Ну, первым делом, я, наверное, не знаю, многие, наверное, не знают, я шесть лет работала в Москве. Опыт у меня очень большой. Так как она столица у нас самая, как говорится, большая. Котел. Котел большой. Правильно. Где все нации, а для меня это все друзья. Из-за этого, начиная с любого праздника, возьмем мы, например, День именинника. Приходит на День именинника, детей приводит кто? Родители, мама, папа. Бывают и бабушки. Вы работали с детьми? Нет. Вы работали с детьми? Уточните, нет? Я экономист. А, экономист. А то мы и туда тоже хотели прийти, ежемесячно. Хорошо. Это мы делаем сезонно. Если, например, в октябре месяце я проводила День именинника, были летние, осенние. Володя, тебе сообщали, что проводили День именинника? К сожалению, нет. Ну, ладно. Будем работать общим большим котлом общества. Сейчас следующий, значит, у нас будет в марте месяце, опять же, запланировали мы. День именинника? День именинника. Подождите, может, не надо в марте, потому что там уже будет наврусь, значит, 30-го 10 лет. Понимаете. Может быть, нам, мы же все пополнеем, как бы, и потом апрель будет разгрузочный. Апрель месяц сделаем спартакиаду, да. А, в апреле у нас уже спортивное мероприятие. Да, спортивное мероприятие. То есть, ну, хорошо, День именинника, и что, вот, как вот там эти ваши основные идеи, принципы? И, значит, когда именно конкретно, именно дети ставят такие пьески, где именно задействована семья. И когда вот именно они ставят постановку или стихотворение какое-то, и когда вот именно и сценировка идет вместе от детей с уважением, например, к родителям. День матери, 26 ноября. Вы тоже проводили. Конечно, в Доме дружбы народов. Я была инициатором. Какая вы молодец. Потому что ежегодно. И вот именно это поколение из поколения, когда сидят и со сцены дети рассказывают стихотворения, песни, поют про своих бабушек и дедушек, и про своих мам и пап. Вот это именно укрепление. Хорошо. Надежда, а на каком языке у вас проходят праздники? И на татарском, и на русском. Почему скажу? Потому что у меня половина метисов полукровок. Многие все говорят. Ну, страна у нас такая. Да, из-за этого я сразу говорю. Я никому не сказала ни слова, что вот давайте татарча селяй шабеси. Факультатив татарского языка. По субботам, по воскресеньям. Опять же в Доме дружбы народов. Доме дружбы народов. По воскресеньям с 12 часов. Открыто для всех. Для всех, да. Для желающих изучать татарский язык. Хотя, я не знаю, в Дагестане тоже черкес живут? Есть у нас там. То есть пра-пра основа, она одна, да? Да, тюркские языки, да. Правописание некоторых слов, слова некоторые изменяются. Да, да, да. Он даже, когда Зуфар Хазат к нам в гости приезжал... Это Абдурахман Османов, представитель, который включился в Дагестан. Да, я просто так, между делом так. Да, да, да. Да, я говорю, это Казанище, я говорю, чувствую, что ты на краю Казани находится. Это Казанище, я говорю, что ты как у себя дома у нас. Я думаю, такая небольшая добавка. И планомерно с факультатива, если кто-то желание имеет на второй год обучаться, лингвистическая у нас гимназия на Уральской 9, школа. Именно сертифицирована, именно конкретно. И у нас есть преподаватель высшей категории Халилова Альфира Галеевна. Она и арабский, и татарский ведет. Очень хорошо. Из-за этого мы первый год, кто вот в самоучилки приходят, чтобы изучать татарский язык, мы изучаем по самоучителю конкретно. Ну, а тем, кто хорошо, это дети, а тем, кто в возрасте захочет учить, у вас есть условия? То же самое, есть, конечно. То есть можно так же... У меня 8 человек в группе. 8 человек? Да, 2 женщины, ну уже, как сказать так, это почти что под бабушек, можно сказать. Потому что они именно хотят изучить татарский язык разговорный. А что их сподвигло? В семье. А потому что мы, когда разговариваем, и когда они слышат разговорную речь, они, например, в Казани, так же, полукровки, да, например, половина. Я опять же говорю, я не могу делить. Я говорю или так... Все наши, Надежда, все наши, да. Правильно, все наши, из-за этого, когда они приходят и говорят, вот я там слышала разговорную речь на татарском языке, но я не умею разговаривать. А хочется. А хочется. Понимать. Да, а потому что вся родня там, в Казани. А приезжаю, говорит, или вот как мой сын говорит, у меня у папиной родне, дядя говорит, глядя на моего сына, говорит на татарском языке, а сын на него смотрит. И дядя говорит, Максу Мамбе, говорит, ты понимаешь, он смотрит на меня, как собака, все понимает, сказать не может. Ну, да, язык, собственно говоря, да, и очень важный. Из-за этого, вот если, хочу сказать, на большом круглом, за столом, да, за большим столом сидим, приглашаем всех. Потому что, почему говорю, мы едем в Египет, мы едем в Турцию, мы едем везде сюда, во Францию, и везде есть татар. Они все равно именно, ну, не мусульмане, да, например, а только именно татары. Вот они просто-напросто, кто-то по военной службе уехал во Францию, кто-то в Италии живет, кто-то в Испании, кто-то, опять же, в Турции. И когда слышат свою речь, говорят, о, как супер. А я, говорит, ни слова сказать не могу. Я говорю, для этого мы есть здесь, из-за этого. В том числе чисто практически так. Да, мы возрождаем это все. Мир-то становится маленьким, есть везде. Конечно, из-за этого, вот, все двери открыты, и для этого, говорю, дом дружбы народов. Приходите все. Ну, я вот хочу сейчас спросить у Абдурахмана. Абдурахман, вот. Представитель республики, правительство республики Дагестан, напомню. Мы на форуме видели, значит, руководителей как раз управления, религиозного управления, или как он назывался, я, к сожалению, сейчас... Духовного управления. Духовного управления, да, спасибо, что... Вот. И журналисты из Дагестана, сейчас тоже имя не очень, как бы, ну, хорошо. Менялись координатами. Да, менялись. Абакарова, Руслан. Да, да, да. Вот, и приезд этих людей, вы, собственно, вы их приглашаете, да, и я уже вижу, не первый год они приезжают на... Ну, помимо вот этого форума, который, я считаю, что, ну, очень успешно, так сказать, проходит на территории Кировской области религии против терроризма, какие еще вот события 17-го года вы бы считали для себя, вот для вашей диаспоры успешными? Знаете, я вам, начало еще раз, добрый день всем, кто только присоединился к нам. Вот, я хочу сказать одно, этот год был у меня настолько насыщен, потому что мы в начале года создали сначала общественную организацию, дагестанское землячество. И это было у нас первое, то, что мы сделали в этом году. Она была для чего? Была создана для того, чтобы еще больше объединить. А когда, в каком месяце? Это было в январе, мы ее регистрировали. А у нас еще в январе праздник один год дагестанского землячества. Да, да, да. И хотя Эльдон Гусин несколько раз меня приглашал, как-то не хватало времени об этом говорить, и не мог появляться я здесь, вот. Не получалось? Не получалось, да. И одно время, в это же время, у меня уже где-то в марте месяце были документы отправлены в Дагестан для утверждения представителя правительства Республики Дагестан Кировской области. Это была инициатива не моя, это была инициатива от всех дагестанцев, потому что я об этом, почему уверенно могу говорить, потому что были в списке более 200 человек. Есть подпись, есть телефоны, которые лежали на столе у министра национальности Дагестана. Ну, мы вас поздравляем. Спасибо большое. Серьезно, большой шаг, конечно. Потому что вы фактически сегодня выражаете, можно сказать, точку зрения Республики Дагестан и территории Кировской области. Мы не могли это все более расширенно организовать, но, слава богу, конечно, нашли люди, которые помогли. И действительно, вообще у нас, в чем фишка этого форума, я вам скажу, именно аналогично, как в нашем, взяли пример, сегодня, в этом году более 6-7 регионов нашего федерального округа, Привозского, да, почти такой же форум проводили. Почему я говорю, потому что к нам приходили, мы им давали нашу программу, это было реально, в Яшкареле проводили, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Перми, Уфе, Казани, естественно, еще даже и за пределами, даже в Екатеринбурге проводили, хотя он относится к Уральскому федеральному округу, да. Да, заметьте, что это уже не первый раз Кировская область становится законодателем в направлении, в направлении межнационального и... Да, конечно, честно скажу, мы всем приглашение, конечно, высылаем всегда всем и хотим, чтобы все участвовали. Даже для этого, мы, вы видели, вы там присутствовали в этом году, мы немножко даже сделали так, как круглый стол, и все заинтересованные лица были, начиная от всех исполнительных законодательных собраний, потом по правам человека... Мы были приглашены, и любой человек, можно было там уже тет-а-тет обсуждать те накопивающие вопросы, которые мы могли бы там уже решить и принимать какую-то резолюцию. Меня не пригласили. Приглашали вас, я вам честно говорю, но Руслан Касимов лично меня попросил, и было направлено вам письмо. Руслан Касимов, имам мечети нашего города? Да, потому что он занимался этими, вот, поэтому я всегда сторонник. Так, записали Касимова, спросим на следующем. Руслан Касимов, спросим. Руслан Касимов, понимаете? Это был олимпийский чемпион Султан Ибрагимов был, потом чемпион по боям без правил, там, Магомед Малик, и эти люди, которые известны. Мы за день до этого с этими людьми проходили в юности у нас была встреча. У нас была встреча на профсоюзе 43 бокса имени Камиля Джамалудинова. Потом 5 часов у нас была большая встреча в здании о повещении квалификации УСИНа, там почти собирались очень много людей, я имею в виду из силовых структур. Очень хорошо нас принял полковник Панкратов, мы с ним давно уже в хороших отношениях. Я часто как в ранге, я еще как советник муфти Кировской области по общественным всем вопросам выступаю иногда по этим темам, по религиозным темам. И там выступаю, и у УСИНа выступаю, и часто хожу в наши зоны отдаленные, которые там. В этом году уже два раза я бывал, у нас сейчас есть график, который мы буквально недавно составили со всеми заинтересованными лицами. Я тоже это подписал на следующий год, который мы будем как бы навещать все вот эти тюрьмы, зоны у нас и какая тема там будет выступать. То есть с точки зрения как бы соблюдения прав верующих на территории? Мы даже там, вот честно я вам скажу, мы даже никого не отделим. Я, например, там иду как от имуфтията, да, и как представитель, например, республики Дагестан, как и так, и так, да, например. И мы даже там никого не делим, мы, в общем, например, на все вопросы выносим, даже если... То есть вне зависимости от какой-то национальности рассматривать проблемы? Да, 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 если какой-то вопрос есть, который уже я не могу там решить, мы, конечно, и обращаемся и нашим диаспорам, которые находятся там. Если какой-то им нужен с ним говорить или как-то, да, это тоже мы приглашаем. Я прошу прощения, реклама у нас. Нужно прерваться на полторы минуты, после чего продолжим наше общение. Союз нерушимый. Наконец-то Нового года. Напоминаю, мы здесь собрались для того, чтобы подвести итоги 2017-го в плане межнационального сотрудничества. Вот очень долго говорили о важности и значимости, да, форума «Религия против терроризма». Алижон Саитов, руководитель узбекской диаспоры Кировской области. Пока вот еще сидит, сидит еще пока, слово не взял. Алижон, подводите вы итоги, насколько был насыщенный, яркий год. Для вашей диаспоры. Для вашей диаспоры. В пользу случаям я поздравляю всех кировчан с наступающим Новым годом. Всех благ всем. Наша диаспора, вот самая из молодых диаспор, среди диаспор, потому что я третий год работаю. За год было очень много дел у нас, было насыщенное, да. С начала января мы обычно делаем итог, вот как раз в начале октября, января мы будем делать итог о проделанной работе. И вот все, как бы, диаспоры, вот это участник, вот все наши диаспоры приходят туда, ну как, с чаепитием мы проводим. То есть вы 17-й год начали с чаепития в январе? Да, да. Это главное было мероприятие вашего 17-го года? Первый раз, кстати, в Дом Дружбы Народу мы сделали вот этот. Так, в Доме Дружбы Народу. Да. Хорошо, а потом? Активно участвует... Узбекский чай был или какой? Азербайджанский? Чай зеленый, черный, кофе, конечно. Вот, активно участвуем в городских мероприятиях. И вот первый раз вот в этом году, в субботниках тоже были. Ну как бы, спортивные мероприятия у нас, парни, вот студенты, вот, кстати, в этом году приехали 10 человек при новом президенте. Ага. В бюджет поступили. Тоже с ними я активно работу веду. И тоже опять к чаепитии мы ходили туда. Вот, и с мигрантами. Я думаю, чаем неограничен, наверное, плов узбекский был. Да, да, был обязательно. Слушай, ну что это вообще? Праздник в сентябре, мы со дружества. Как хорошо они выступили. Да, молодцы. Как-то на чаепите нас бы тоже можно было пригласить. У меня такое ощущение, что диаспоры очень насыщенно живут. И 365 дней в году можно ходить в гости, пришли накормили, напоили, на следующий день другим накормили. Значит, из Узбекистана 10 человек, и узбекский бюджет поддерживает их, да? То есть они за счет узбекского бюджета учатся здесь у нас, в Яцком университете государственном. Да, да, да. Отлично. Вот там, кстати, еще два русских, аджик, там еще был, кто еще по национальности, все национальности, почти четыре национальности. Но Узбекистан тоже, все-таки, тоже бывшая республика Советского Союза. Я с ними встретился с проблемой, чем смог, решали мы проблемы их. И основная часть у нас мигранты. По количеству на втором месте мы стоим, после Украины, конечно. И с ними тоже мы связь держим, связь. То есть это в основном трудовые мигранты, да? Да, очень большое количество. Среди узбеков около двух тысяч. То есть вы с ними работаете? Да, с ними легализуем, помогаем. А самые запоминающиеся мероприятия 2017 года для узбекской диаспоры? Парад Дружбы народов. Парад Дружбы народов, это первый, да, вот, кстати, да. И еще национальных одежда, все, так, приятно было. Вот я знаете, что хочу про парад. Я еще, знаете, встреча со студентами была. Очень хочу, очень хочу, чтобы вы вот на параде Дружбы народов, вот узбекам, хочу сказать, вот в вашем лице. Вот хочется, чтобы вот ваша колонна больше танцевала. Я знаю, что узбеки любят это дело. Это мы сделаем обязательно. Но вот пока я вот смотрел, я все время ходил, ждал. Но когда же узбеки начнут и покажут узбекские танцы? Никак. Чая не выпили, что ли? Ну, видимо, чаю не хватало. Немножко добавить. У нас, кстати, вот есть талантливые студенты, Казанин Думбра, вот они играют очень классно. Я вот их снимал там на фотографии. И вот, кстати, вот этот вопрос, который вы можете тоже видеть презентацию. Я думаю, что многие люди, конечно, по истории помнят, но многие бы хотели и в Узбекистан приехать, посмотреть такие древние города, как Бухарас, Амаркан, Тургенч. И этим, наверное, не ограничивается. Может быть, мой словарный запас этим ограничивает, этими городами, историческое знание. Но я знаю, что и Узбекистан этим не ограничивает. Кстати, что относится и Таджикистану тоже? Потому что там тоже очень много прекрасных мест. Ну давайте Максуджону передадим слово. Да, еще раз добрый день. Ползуясь случаем, хотел бы поздравить наш стол, в первую очередь. И наших слушателей тоже. И наших слушателей, и всех дорогих слушателей. Как на форситах звучит? Кировщанин. Поздравит? Да. Табрикот. Табрикот. Да, хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. И хотел бы пожелать вам всем нашим. Всем счастья, здоровья. Вот самое главное, чтобы было здоровье. Остальное все потихоньку будет в жизни. Жалах. Да, Максуджон, вы учитесь-то... В политехническом. В политехническом новозе, в нашем доме. По какой специальности? Строительству и архитектуру. Понятно. Ну, в общем, вы будущий наш клиент, мы тут часто встречаемся с студентами. Раз уж молодежное крыло, оно как-то обособлено? В таджикских диаспоре какие-то свои проблемы существуют, свои задачи? Да, конечно, свои проблемы. Как бы у нас ежегодно, чисто с нашей стороны, студентов, как бы, бюджетных поступает минимально 20 человек. Ежегодно в ВУЗ 20 студентов таджиков поступает. Это только в политех или во все ВУЗы? Не, только в политех. В других ВУЗах тоже есть там... То есть 20 это только в политех? Только в политех. Ну, я знаю, что большое количество студентов поступает в юридическую академию, учатся там, приезжают тоже на бюджетные места. Да, тоже есть, как бы. И вот в данный момент около 200 студентов, иностранных, таджикских студентов в городе есть. Учатся. Да, учатся. И как бы мы организуем там между собой. Из диаспора как бы нас помогают, нас поддерживают всегда. Какие-то мероприятия между нами, там, спортивные там мероприятия, всегда поддерживают нас. То есть вы тоже участвовали, и узбеки тоже участвовали, например, в Кубке Дружбы Народа. Да, было это. Вот, футбол играли, и там еще какие-то спортивные мероприятия, да? В общем, мы активно, очень насыщенно. А, ну, самые запоминающиеся мероприятия с 17-го года, вот, для таджикской диаспоры. Вот для меня это парад Дружбы Народов, где ваши молодые ребята танцевали. Ах, как они танцевали. Ну, это умеем, да. Да, было очень-очень-очень приятно. Ну, до этого еще был праздник Навруз. Вот, как бы в политех еще сперва-отначале, потом между диаспором собрались все. Дом Дружбы Народа. Дом Дружбы Народа. О, первый раз мы это в Дом кино делали. А, первый раз вообще сделали, да, в Русском кругу, но потом уже расширили. Там Симоляк еще раз. Конечно, у нас времени очень мало. Я хочу всех нас поздравить еще раз, всех слушателей и жителей Кировской области. На самом деле, самым ярким мероприятием было в 2016-2017 году. Это у нас фестиваль национальных культур. Я помню, что узбекская диаспора изумительную. Там организовывали такое культурное мероприятие. И вкусные пловы, таджикские, там, ну, все практически диаспоры были. Ну, в основном, по-моему, первое место заняли, да, вот. Да, да, да. Молодцы. Да, там, за культурное мероприятие, там, и в том числе за приготовление плова. Были выручены призы. Я надеюсь, что в этом году мы эту традицию будем продолжать. В следующем уже, в наступающем. В следующем году, в 2018 году. И всех ждем, как бы, на все мероприятия, всех диаспор. Ну, я надеюсь, что вот в общественной палате мы уже вопрос поднимали, чтобы от всех диаспор там собирать списки, какие там у них есть планы мероприятий, чтобы по мирам возможности. И мы там могли бы участие принимать. И через радио там донести до слушателей, чтобы и жители города тоже могли бы прийти в них участвовать. Так что будем работать в данном направлении. Ну, нам тоже приятно, что мы являемся частью. Я имею в виду, наша программа является частью этого процесса. Слушайте, а можно я вот спрошу Абдрахману вас? Вот хорошо там, ну, я понимаю, что со временем уже, да. 20-30 секунд на ответ. Ну, хочется, да. Ну, когда мы увидим государственный ансамбль танца Дагестана на Кировской области? Знаете, честно скажу, у меня сейчас вот буквально мне вчера из Дагестана с правительством звонили, чтобы я им приготовил план. И вчера замминистра тоже попросил. У меня есть хороший план. Я думаю, для этого в ближайшее время я вам его представлю и будем обсуждать. Чеченский-то был? Дагестанский обязательно. А когда будет государственный ансамбль танца Азербайджана? Ну, конечно. 20 января спектакль на татарском языке Мензелинский государственный драм-театр проезжает. Приходите. Дом культуры «Семья» в 14.00 приглашаю. Ну что, всех еще раз с наступающим Новым годом. Всем нашим семьям мира, тепла, здоровья, добра. Добра, мира, любви, понимания и совместного благополучия. Спасибо. С Новым годом. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok С Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok